МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республикам в студии Галины Титарчук. В национальных костюмах и с чувашскими песнями встречали гостей в Чувашском драматическом театре жителей Маргаушского района. Они отмечают юбилей. Со дня образования муниципалитета прошло 70 лет. Поздравить маргаушцев пришел и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Прием гостей начался прямо с фойе. Здесь развернулась выставка достижений района «Край, который сердцу дорог». Глиняные игрушки, мягкие зверюшки. Все сделано своими руками. Чуть дальше – вкусная выставка. Маргаушский хлебзавод показал, на что гораст. Для угощения гостей – сладкие пряники, душистый хлеб, аппетитные булочки. Маргаушский район стал для всех нас. Не только местным жителям, он стал общим домом, объединяющим людей с самых разных судеб, характером поколений, единое целое. Многие из нас здесь родились, другие приехали сюда работать, создали семьи, и теперь уже сами воспитывают детей и растят внуков. Маргаушский район знаменит богатыми национальными традициями и красотой природных памятников. Муниципалитет со значимым экономическим потенциалом. Инновационное машиностроительное предприятие «Сейспель», которое находится в Маргаушском районе, прославилось своей продукцией не только в России, но и за рубежом. Стабильным и качественным поставщиком кирпича является кирпичный завод. Но самое главное богатство района – это люди, сказал в своем выступлении глава администрации Маргаушского района Ростислав Тимофеев. Сейчас в районе 16 сельских поселений, объединяющих 177 населенных пунктов, где проживает более 34 тысяч человек. В Маргаушсе прошли достойный исторический путь. Для республики и для экономики, и в целом для всех жителей Чувашской республики, Маргаушский район считался, считается и будет считаться в долгосрочной перспективе сильным, мощным, значимым районом. В день 70-летия Маргаушского района благодарности, свидетельства и награды из рук главы республики Михаила Игнатьева получили лучшие труженики, отличники учебы, активисты, молодые родители, сертификаты на федеральный республиканский материнский капитал. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня госсовет Чуваши собрался на первое в этом году заседание. В повестке дня значилось 12 вопросов, в основном поправки в уже действующие законы. В частности, сразу в двух чтениях рассмотрели изменения в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Напомним, на предприятиях и организациях определенный процент от общего количества рабочих мест закрепляется за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Надо сказать, что в Чуваши этот закон руководители предприятий выполняют добросовестно. Сложность лишь в том, что раньше при расчете квоты учитывались и рабочие места с вредными условиями труда, где инвалиды по определению работать не могут. Сегодня по новому законодательству те условия труда, которые будут определены в качестве опасных и вредных, количество рабочих мест не будет включаться со средней списочной численность для определения квоты части инвалидов. К примеру, если, допустим, на предприятии работает 300 работающих, из них 100 занято на условиях труда, которые определены после аттестации в качестве опасных и вредных, то эти 100 не включаются и расчет будет производиться из 200. Парламентарии отметили хорошие результаты работы республиканской службы занятости. Две трети обратившихся туда инвалидов трудоустраиваются, и это один из лучших показателей в России. Приведен в соответствии с федеральным законодательством республиканский закон об универсальной электронной карте. В частности, срок, с которого электронные карты станут выдаваться в обязательном порядке по умолчанию, сдвинут на год. Пока же можно выбирать. В январе этого года поступило 490 заявлений. Правила – это верующие люди, глубоко верующие люди, которые не хотят, чтобы их… не хотят просто пользоваться электронными средствами. Изменение в закон об административной ответственности инициировало Новочебоксарское собрание депутатов. Парламентарии города Спутника предложили ужесточить наказание должностных лиц за игнорирование депутатских запросов. Размер санкций не изменялся с 2003 года. К примеру, неисполнение законных требований депутата Государственного совета либо создание препятствий и осуществления его деятельности на сегодняшний день составляет от 2 до 3 тысяч. Предлагается от 3 до 5 тысяч рублей. Аналогично предлагается и по статье 6 и 6.1. Данные изменения согласованы, неоднократно обсуждались на рабочих группах Государственного совета и на заседании комитета, предложенные к принятию в первом чтению. Кроме того, депутаты Госсовета Чуваши заслушали отчет Министерства внутренних дел о работе за прошлый год и рассмотрели ряд других вопросов. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Официальная история борьбы с наркоманией началась в России еще в 19 веке и с тех самых пор продолжается с переменным успехом. О том, чьи силы перевешивали в 2013-м, говорили сегодня руководители органов ФСКН Приволжского федерального округа. В Чебоксарах они собрались на оперативное совещание. После краш экономических преступлений, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в нашей стране на третьем месте. Масштабы этой проблемы, которая уже стала национальной бедой, год от года, увы, не уменьшаются. Что появляются новые виды наркотиков. Наркобизнес изыскивает новые способы и различные лазейки для их распространения. Поэтому все мы хорошо понимаем, что одним правоохранительным органом с этой бедой нашего общества не справиться. Нужно создать в обществе атмосферу нетерпимости к наркотикам или, одним словом, к этому злу. Рецепт, что может спасти нацию от наркомании, простой и работает по принципу «предупредить лучше, чем лечить». Перед участниками совещания поставлены конкретные задачи, а именно не ослабевая натиск на криминал и совершенствуя подходы в лечебной системе, организовать реально работающую систему профилактики, направленную в первую очередь на уменьшение спроса на наркотики. Ну а пока есть спрос, по известному экономическому закону будет и предложение. Кстати, разорвать этот замкнутый круг задача не только правоохранителей. Важно, чтобы все заинтересованные стороны работали сообща. Для этого ФСКН планирует продолжить налаживать связи с таможенными органами и даже Почтой России. Я не могла спать после стартов. Все мне снилось, что можно было лучше проехать. Так и о своих впечатлениях от Олимпиады Елена Муратова сегодня рассказывала главе Чувашии. Послушала их и наша съемочная группа. Родная Чувашская земля стала для спортсменки-могулистки относительно недавно. Она перебралась сюда несколько лет назад. Однако для новой родины уже сделала немало. Представила регион на главном спортивном событии четырехлетия. Олимпийскую медаль Елена не привезла, но для Чувашии, у которой впервые за 42 года появился представитель на зимних Олимпийских играх, это как раз тот случай, когда главная не победа. Представил это новый вид спорта, который включен вообще в Олимпийские игры. С другой стороны, наблюдать и смотреть, и следить было очень интересно. Я прекрасно понимаю, когда спортсменка поднимается или спортсмен делает сальто, приземляется в могул. Интересный такой вид спорта. Там, наверное, ощущения разные, мысли разные появляются. Поэтому я от всей души благодарен вам, в связи с тем, что вы представляли Чувашскую республику. То, что уже вы получали литензию, то, что вы участвовали, это уже победа. Мои однокомандники, ну, надеюсь, что по-хорошему завидуют, а когда я рассказываю, вы про то, как меня до встречают. Это здорово. Да, я не говорю о том. То есть про Чувашию уже все во фристайле знают. Подруг-однокомандниц, который завидует, глава республики посоветовал пригласить в Чувашию. Что ж, спортсменов, ну или спортсменок высокого уровня, в зимних видах спорта республике явно не помешает. Впрочем, вполне возможно, что в недалеком будущем республика вырастет и своих чемпионов. Судя по всему, вид спорта с еще совсем недавно экзотическим для жителей республики названием «Могул» набирает обороты. Сложно переоценить выступление Лены на Олимпийских играх. И мы уже почувствовали еще во время даже ее выступления, какой мощный импульс развития фристайла, в частности, «Могула», дал факт ее участия в Олимпийских играх. Уже и директоры школы, и тренера рассказывают, что в день более 10 звонков от родителей ежедневно поступают с просьбой записать их детей именно на занятия по «Могулу», по фристайлу, и это только радует. Ну а время вырастить новых участников Олимпиады, которая, кстати, пройдет в 2018 году в Корее, еще есть. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Старты Елены прошли в самом начале зимних игр, а вообще каждый Олимпийский день насыщен событиями. Сегодня болельщики наблюдали и приятные, и печальные моменты. Между тем, пока весь мир следит за соревнованиями спортсменов, до сих пор не утихают разговоры о церемонии открытия Белой Олимпиады в Сочи, в блогах, в соцсетях и просто на улице. Приятно, что к созданию такого масштабного и технически сложного шоу приложил руку и специалист из Чувашии. С ним познакомилась наша съемочная группа. Александр Николаев занимался компьютерной графикой. Основная задача состояла в том, чтобы перевести все макеты в цифровой вариант. Приходилось создавать трехмерные объекты. То, что потом превратилось в огромные декорации. Проплывающие острова – главные достопримечательности нашей большой страны. В студии художника-постановщика главного церемонии открытия они создавали каждую сцену буквально на столе из бумаги, из пенопласта. И присылалась нам какая-то фотосессия с разных ракурсов, то есть те или иные объекты. И нам нужно было это сделать в цвете, то есть так, как это будет в жизни выглядеть в принципе. Это был очень кропотливый труд, потому что каждую картинку, каждый объект, который использовался в тех или иных номерах, разглядывали прямо под лупой. Каждый номер приходилось вырисовывать в ручном режиме, в разных ракурсах и всевозможных вариантах. Выкладываться приходилось на 100%. Целый месяц напряженной работы, но на усталость никто не обращал внимания. Команда работала в Москве, команда работала в Нью-Йорке. В Москве, то есть несколько даже команд, кто-то занимался непосредственно оформлением, то есть созданием каких-то видеороликов, каких-то имиджевых роликов. Команда, которая занималась непосредственно эскизами, команда, которая занималась проекциями различными. То есть очень много людей. Александр работал в Нью-Йоркской студии на самом современном оборудовании. Никто из команды не имел права рассказывать об этой работе, даже самым близким людям. А никто не имел права разглашать, то есть подписывалась бумага. Естественно. То есть, ну а как можно кому-то чего-то рассказывать до того, как церемония прошла? Даже никто видеть не мог. Ни одного скетча, ни одного наброска, ничего. То есть, ну, в этом-то весь смак, на самом деле. То, что выходило из-под руки мастера, сразу отсылалось на согласование. Каждый день новые эскизы. Но в конечном итоге некоторые объекты, как, например, яйца Фаберже, в сценарий открытия так и не включили. Я, конечно, не знал до конца полностью сценария. То есть я знал отдельные какие-то номера. И то я не был уверен, будут они, не будут они. То есть концепции полные. То есть у меня не было перед глазами. Я не знал, что, зачем будет идти. Я догадывался, но, как бы, опять же, уверен не был. Но я посмотрел. Такого еще никто не делал, я могу сказать. В Сочи на открытие Александр поехать не смог. Как раз накануне открытия зимних игр в Сочи у него родился сын Гриша. Церемонию смотрел дома, по телевизору. Но впечатление от этого просмотра получил не меньше. Я очень доволен тем, что получилось. Я очень благодарен всем людям, с которыми мне довелось поработать. Огромное им спасибо за это. Это необычайный опыт. Все очень здорово. Галина Титарчук, Сергей Рябчиков, Республика. Российский триколор возвысится над городами. Самый высокий флагшток, проект по таким названиям, сейчас курирует известный телеведущий, профессор Московского государственного университета Николай Дроздоб. Накануне он побывал в Чебоксарах и лично оценил площадки, где планируют установить 100-метровую конструкцию. Своими впечатлениями гости поделились с главой республики. Встреча с Михаилом Игнатьевым состоялась вечером. Побывали на ней и мои коллеги. На восточном, южном и западном рубежах, а в центре – Чебоксары, которые символизируют сердце большой страны. О своем выборе авторы проекта не жалеют. После экскурсии по столице Чувашии Николай Дроздоб не скупился на комплименты. Красотами города известный телеведущий был поражен. Хотя сюда он приезжал и раньше. Чебоксары изменились в лучшую сторону, отметил профессор. В последние 20 лет назад я тут был в таком духе. Но еще в советское время. И, конечно, вот сейчас, когда я увидел этот город, этих же зданий вообще не было. Да в проекте не было. Даже никто не думал, что вдруг Чувашия так поднимется до уровня самого благоустроенного города России еще прямо к 21 веку. Где расположится Чебоксарский флагшток – пока вопрос. В городской администрации подготовили несколько вариантов. Мы ехали с аэропорта, опять площадок посмотрели. По пути с аэропорта площадка ЗАДК тракторостроителей. Которая лучше так? Какой лучше? Вот Польше понравилось. На Красной площади как раз проходит, где Чувашский драматический театр. Прямо сейчас там ладья стоит к заливу. Прямо около залива. Вот эта площадка. Места определены, последнее слово за авторами проекта. Где установят конструкцию высотой 105 метров, станет известно в ближайшее время. Но необходимо решить и технические вопросы. Вот так флагштоки строили в других странах. Огромные трубы насаживаются на специальные штыри, потом их крепят огромными болтами. Таким конструкциям не страшен даже шквалистый ветер. Главный флагшток появится в Москве. Он станет частью масштабного культурного комплекса «Парк Россия». Авторы проекта замахнулись на мировой рекорд. Сейчас он принадлежит городу Душанбе. Там установлена конструкция высотой 165 метров. Российский флагшток задаст новую планку. Он станет выше нынешнего рекордсмена ровно на 10 метров. И тогда, возможно, попадет на страницы книги рекордов Гиннесса. Идею проекта глава республики одобрил. Михаил Игнатьев отметил, что он поможет укрепить уважение к российскому триколору. Для регионов, где будут установлены флагштоки, открывается другая возможность. Повысить туристическую привлекательность. Медриковалев, Сергей Рябщиков и Николай Яковлев. Республика. Сегодня день всех влюбленных. Кто-то считает этот праздник своим, кто-то нет. В Китае сегодня отмечают праздник фонарей. В Болгарии день винодела. В России, как и в большинстве стран мира, день всех влюбленных. Наша съемочная группа спросила горожан, считают ли они 14 февраля особенной датой. И как они проведут этот день. В принципе, я таким особым праздником для себя не считаю. Это чисто традиция. Традиция дарить подарки. Причем подарки такие. Внимательные подарки. Ну как что? Цветы. Улыбки. Радость для всех для женщин. Католический праздник, который мы не справляем. Я справляю, иду на свадьбу к любимой сестренке. Желаю счастья, любви, благополучия, семейного счастья, естественно. Сегодня я приглашу девушку в ресторан, потом свожу на концерт в Дом культуры у нас в ЧГУ. Потом, вот как получится вот. Любовь. Она такая разная. Любовь к семье, к возлюбленному, к братьям нашим меньшим. Любить можно шоколадные конфеты или место, в котором ты родился. Именно о любви к родине говорили сегодня на площади республики. Активные чебоксарцы провели акцию. Город любит себя. Мы вас поздравляем с Днем Святого Валентина. Дарим вам вот эти прекрасные валентинки, чтобы они вам приносили счастье, радость, любовь и теплоту. Чаще улыбайтесь, вы очень красивые, милые. С Днем Святого Валентина вас. Присоединился к атмосфере праздника и глава города. Этот праздник, который еще раз позволит, во-первых, признаться любви своим близким, признаться любви окружающим. Ну и вот такая акция. Я благодарен нашим активным горожанам. Они признаются любви просто горожанам. Это здорово. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. Влюбленные пары Чебоксар настолько уверены в своих чувствах, что они устают их доказывать и проходить различные испытания. Участники проекта национального телевидения «Сердце на двоих» подбирали одежду, готовили, забирались на вершины, признавались в любви. И все это на глазах у жителей столицы. Последние новости с личного фронта расскажет ведущая проекта Ольга Алексеева. Виктор и Наталья Отмаховы, Екатерина Константинова и Артем Махаткин, Владимир и Екатерина Энгельс на протяжении всего месяца занимаются одним и тем же. Доказывают свою любовь. Первые испытания прошли мужчины. Подобрали одежду для своей второй половинки. Победила пара номер один – Виктор и Наталья Отмаховы. А вообще этот стиль называется «В греческом зале, в греческом зале». А это богиня Афродита. Второе испытание – проявить свои кулинарные способности. В тяжелейшей схватке победила пара номер два – Владимир и Екатерина Энгельс. Их сырно-сливочный десерт в апельсиновом соусе оказался самым вкусным. Это очень здорово, когда молодой человек умеет готовить. Третье испытание – спортивное. Кто стал самым сильным, быстрым и ловким? Чья поддержка оказалась действительно крепкой? Вы узнаете 18 февраля в 20.45 в эфире Национального телевидения «Чувашия». В финале участников ждут очередные испытания на проявление своих чувств. Голосуйте за понравившуюся пару на сайте ntrk.ru. Подари капельку любви тем, кому она необходима. Акцию под таким девизом провели в Республиканской станции переливания крови. С 10 по 14 февраля служба крови объявила неделю любви, приуроченную ко Дню всех влюбленных. За 5 дней у нас, за неделю, так сказать, влюбленных, поделились частичкой тепла с теми, кто нуждается в ней больше всего, около 400 человек. Из них 160 человек стали донорами впервые, и свыше 170 человек регулярные. Те, кто сдает кровь более трех раз в году. Таким образом мы заготовили около 170 литров донорской крови. Эта кровь пойдет в лечебные учреждения, которые нуждаются в этом. Это и онкологические отделения, и хирургические отделения, травматологические, акушерские стационары, детские больницы. Сегодня День влюбленных решили отметить посещением станции переливания крови молодые люди, Анны и Дмитрий. Они сказали нам сегодня, кровь мы даем не в первый раз. Мы занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни. Очень хотим, чтобы наша кровь помогла людям, которым она необходима. В День всех влюбленных один из лучших подарков друг другу – официально оформить свои отношения. 38 пар сегодня воспользовались такой возможностью. Именно столько решили заключить брак в такую востребованную дату. Как рассказали нам во дворце бракосочетаний, для февраля 38 пар – это много. Причем, как отмечают регистраторы, некоторые подавали заявление еще осенью 2013 года через портал Госуслуг. Сегодня таких пар 12. Ажиотаж понятен. Кроме того, что 14 февраля – День всех влюбленных – это еще и красивое сочетание цифр. Такие в ЗАГСе называют востребованными. Следующие дни, на которые придется ажиотаж – 25 и 26 апреля. Так называемая Красная горка. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова